Если он сказал узнать является это сплетней или нет, нужно узнать у человека. Надо всем рассказывать, что он дома сидит или нет. А как узнать? Может я и не знал, что... Тогда не говорить. Тогда не говорить. Мы говорили вчера, что если человека нет, то не нужно о нем говорить. Нужно говорить только о том, кто есть. Если его нет, мы не можем как раз проверить, нужна ему эта информация или нет. То есть сплетняя лица не должна в диалоге присутствовать? Да, если мы точно не знаем, что эта информация, так сказать, что он доволен и недоволен от информации, как проверить? Тем более, даже если мы знаем, что он не против распространения данной информации, откуда мы знаем, что мы правильно это делаем? Потому что дело-то не в информации, а как мы подаем эту информацию, можно так подать, что не дай бог. Мы, в общем-то, чем занимаются, средства массовой информации, вроде подают правду, но как иногда ее подают? Это в этом проблема. Поэтому, чтобы не злоупотреблять, так сказать, нашим доверием, в конце концов, даже третий вариант, что мы, может быть, все даже скажем и правильно, и с правильной интонацией, но так как какой-то человек будет неверно настроен по отношению к тому человеку, то он потом так все это передаст, и до того дойдет, что окажется, что, в общем-то, мы что-то спровоцировали. Поэтому зачем? Поэтому мы говорили вчера, что закон культуры, если третий человек не присутствует, мы его всегда защищаем. То есть нет смысла распространять информацию, если он сам того не хочет, если это не оплаченная рекламная кампания, как у метро стоят, распространяют информацию, это оплаченная рекламная кампания, это да, это кому-то помогает, но не всегда это помогает в наших отношениях. Уже мы много прочитали, да, три лекции. Что еще было непонятно? Продолжение следует... Грешные, которые сильно стараются. Грешные, которые сильно стараются. Поэтому, да, все сильно стараются. Факт. Просто в разных направлениях. Поэтому, конечно же, ошибки будут всегда. То, что вообще мы здесь находимся, это большая ошибка. То есть, как мы знаем, материальный мир, место не для джентльменов. То есть, в общем-то, достаточно трудно здесь сохранять культуру взаимоотношений. Постоянно что-то вынуждает нас действовать не так, неверным образом. Поэтому, в общем-то, уже в этом есть какая-то ошибка. Поэтому, в общем-то, весь вопрос, на каком уровне происходит ошибка. И закон ошибки таков. То есть, мы можем оценивать ошибки только тех, кто младше нас по развитию. Потому что мы проходили эти ошибки, можем их оценить. Но мы не можем оценивать ошибки тех, кто выше нас по развитию. Потому что мы не проходили эти ошибки. Поэтому мы не знаем, как их оценивать. Мы не знаем. Если профессор говорит, что он не знает, это не первоклассник, который говорит, что он не знает. То есть, в этих словах немного разное значение. И тот, и другой говорит, что он не знает. И кажется, что они равны между собой. Ну, один первоклассник, один профессор. И тот, и другой говорит одну и ту же фразу. Я не знаю. Но уровень-то совсем другой. Нельзя ему говорить те же замечания, как и первокласснику. Что иди и выучи. Нельзя так сказать. Должно быть другое отношение. Небольшая простоверница, да, в этом вопросе. Мне кажется, что тот человек, который находится на поле, в высоком развитии, он может совершать те же самые ошибки, что у человека на высшем развитии. Соответственно, человек на высшем развитии может потянуть те ошибки, которые он сам совершает. Или же те ошибки, которые совершает человек на высшем развитии, они иного уровня? Да, это другие ошибки. Но это те же самые ошибки, которые совершает человек на высшем развитии. Не рода ошибки. Это уровень. Да. Просто поживите. Пообщайтесь с людьми более высокой категории. Один ошибся, допустим, смахнул стакан со стола, тот раз умерли, чем второго упал стакан. Это знаете, как все называется? Называется неуважение старших. Одно дело, что ребенок столкнул стакан, понимаете, ошибся. Другое дело, взрослый человек столкнул стакан и ошибся. И кажется на вид, что одно и то же действие. Но действие взрослого человека требует уважения. Не нужно бить его по рукам и по губам и говорить, что ты хулиганишь. Совсем другой человек, совсем другое отношение к этой ситуации. Поэтому современная культура утратила уважение старших. И когда мы видим, как более старшие ошибаются, мы его не сводим до себя. Говорим, он такой же, как я. Посмотрите, что в суток происходит. Ну попробуйте что-то сделать. Я когда читаю лекции в институте, я какую-то делаю ошибку в слове и весь зал смеется. Все студенты смеются. Я просто ошибся, оговорился. Бывает, просто оговорился. Весь зал смеется. Говорю, что вы смеетесь? Что вы все смеетесь? С 30 человек смеются. Смеются все. Никакого уважения вообще нет. Никакого уважения. Но ошибся, не будет диалога сегодня. Будут только вопросы. Наслекция. Не диалог. Сам принцип этого. Поймите, что тот, кто находится на более высокой платформе, у него другой опыт. И на вид кажется, что он совершает ошибку, но это ошибка его уровня. И поэтому пока мы не находимся на этом уровне, мы не должны вообще думать об этом. Даже тот, кто находится на его же уровне, не может думать об этом. Не имеет права по культуре. Потому что он равен им. Это чужой путь, параллельный путь. Нельзя оценивать. Может оценивать только тот, кто является его учителем. Мы уже говорили. Вы были на предыдущих лекциях? Нет. Вы были на предыдущих лекциях? Нет, на предыдущих лекциях. Вот уже. Должны задавать вопросы те, кто были на предыдущих лекциях. Поэтому нужно сегодня послушать. Потому что мы обсуждали некоторые вещи. И мы говорили о том, что культура взаимоотношений основана на том, что, чтобы кого-то оценивать, необходимо быть для него старшим. Мы можем оценивать того, кто добровольно входит в подчинение нам. Например, ученик. Или может быть недобровольное подчинение, ребенок. И тогда мы можем оценивать действия ученика или ребенка. То есть более младшего, который находится в подчинительной связи. Если он не находится к нам в подчинительной связи, то, в общем-то, мы не имеем морального права оценивать его поведение. Это называется уже критика. Это называется критика. Однозначно входит, так сказать, в разрядник культурного поведения. То есть пользы никакой. Обычно один говорит от этого. Поэтому если у нас нет долговых обязательств перед этим человеком, а тем более он выше нас по сознанию. Зачем вообще его все эти вещи? Зачем вообще это анализировать? Сознание дано, чтобы анализировать свои ошибки. Сознание дано, чтобы понять те наставления, которые нам даются от наших учителей. Чтобы мы могли действительно применять свой разум по назначению. Но когда просто происходит неуважение старшим, вся культура разрушается. Вся культура разрушается. В общем-то, культура основана на уважении. Нет ничего, кроме уважения в культуре. Если уважение уходит из культуры, культура аннулируется сама по себе. Поэтому есть уважение, так сказать, в разных паскостях. Младший уважает старшего, старший тоже уважает младшего. Есть три уровня восприятия. Всегда, когда мы находимся на какой-то платформе, есть более высокая платформа, равная платформа, более низкая платформа. Всегда. Поэтому есть уровень восприятия этих трех платформ. Если человек культурен, то старших он уважает. Уважает. И принимает их советы. С радостью принимает их советы. Уровень культуры. С равными он дружит и обменивается. Взаимопомощь осуществляет. Помогает развиваться, если его просят. Если не просят, то не помогает. Это мы вчера обсуждали. Нужно будет переслушать отдельную тему тех, кто был. И младшим он помогает. Помогает, так сказать. В общем-то присутствует семейное восприятие. К старшим он относится как к родителям. К равным он относится как к братьям и сестрам. К младшим он относится как к детям. Если сознание не культурное, а морально, то тогда старшим человек завидует и пытается занять их место. То есть всячески доказывает, что они не квалифицированы. Тоже ошибся. Тоже ошибся. Видите, опять ошибся. Надо его смещать. Все смещать. Все на пенсию. Пора, пора, пора. Полное неуважение. С равными он соревнуется, толкается локтями. Я лучше? Нет, я лучше. Поэтому постоянно глядываются по сторонам. Кто выходит вперед, его нужно оттолкнуть. Как-то опозорить. А младших он эксплуатирует. О, младший появился. Ага. Теперь ты моешь полы. Все. Я уже свои полы отмыл. Теперь ты будешь моть полы. Эксплуатация. В этом разница между культурным сознанием и некультурным. Поэтому, в общем-то, уровень культуры начинается с семейного восприятия. С семейного восприятия. Старшие, как отец и мать. Равные, как брат и сестра. Младшие, как дети. Как дети. Если это есть, то, в общем-то, тогда атмосфера в обществе воцаряется достаточно благополучная. То есть, в этом обществе хочется находиться. Если этого нет, то, в принципе, общество не культурно. А потому лишь только обеспокоит. Человек долго не может находиться. Поэтому начинает метаться, 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 метаться. Западная психология, к чему пришла, мы говорили. Больше семи лет нельзя на одной работе работать, да? Говорит западная психология. Нельзя. Больше семи лет лучше с одним человеком не жить. Нельзя. Потому что невозможно. Не знает, что делать. Невозможно так жить. Больше семи лет невозможно. Надо что-то менять, это можно с ума сойти. Но не воцаряется сознание, действительно сознание. Действительно культура, она пропадает. И что появляется? Появляется некоторая такая демократичность. То есть, каждый имеет право на высказывание. Что это значит? Да, мы имеем право на высказывание, но не о старших. Мы не имеем право высказываться о старших. Это аморальное право. Не культурное право. Должно быть уважение. Всегда старшего должен уважаться. Ошибка старшего должна уважаться. Мы приводили этот пример. Про фигуриста, да? Давайте вспомним. Есть фигурист, который только встал на коньки и падает. Есть фигурист, который получил золотую медаль и падает. Показательное выступление, золотая медаль. Он катается при всех. Это транслируется на все страны мира и падает. На то же самое место точно так же. Та же самая ошибка ли это? Но что делает? Вязал, вязал, хлопает. Обладатель золотой медали. Упал на то же самое место. Как и тот же самый ученик, который два дня стоит на коньках. На то же самое место падает. И вот это умение уважать чужую ошибку, это действительно культура. Потому что это не просто ошибка. Это ошибка человека с более высокой категорией. Если мы сможем это уважать, тогда наше развитие будет безболезненным. Наши ошибки тоже будут уважать. И ошибочность человека достаточно активна. Человек достаточно много совершает ошибок в жизни. Мы это так же обсуждали. Примерно до 75% решений человека не заканчиваются ожидаемым результатом. А то и больше. Если бы наши идеи заканчивались ожидаемым результатом, мы бы все уже были, так сказать, радостные, спокойные, миллионерами, как минимум. Просто наши идеи не заканчиваются ожидаемым результатом. Все заметили? Если бы хотя бы 25% оканчивались ожидаемым результатом, я думаю, очень многого мы бы уже достигли. Но ошибочность велика. Поэтому, если мы от себя не требуем высокой, так сказать, степени не ошибочности, почему мы требуем от других не ошибочности? Почему мы требуем, чтобы другие не ошибались? Нет, они не ошибаются так же, как мы. Но это другой уровень. Другой уровень. Совсем другой уровень. Абсолютно другой уровень. В этом идее. В этом идея культуры. В этом идея культуры. Еще вопросики, пожалуйста. Очень хотелось спросить, вот, в современной психологии, они начинают вот, понятие любовь, то есть, начинают с себя. То есть, сначала, они говорят, уже полюбить себя, то есть, тем на психическом уровне, на уровне физическом. То есть, принять себя такого, который как-то есть, и потом уже начинать двигаться. То есть, полюбить ближнего, вот как вот, рассматривать? В этом есть идея, да. Самое главное, что принять себя таким, как я есть, не так-то просто. Потому что нужно знать тогда, кто я есть. Чтобы принять себя, каким я есть, нужно понять, кто я есть. А это уже не проблема психологии вообще. Это проблема философии. Поэтому тут без философии вообще никуда. Потому что, как я приму себя, как я есть, если я не знаю, кто я есть? Это глобальный вопрос, кто я. Это глобальный вопрос. Поэтому, в общем-то, и не может психология принять эту технику. Но, конечно же, первая ступень начинается с минимума. Да, развитие любви действительно происходит от центра в сторону. Это факт. Не со сторон к центру, от центра в сторону. Потому что человек приходит к какой идее? Сначала он пытается менять весь мир. У меня есть такая глобальная идея, почему меня никто не понимает? Человек пытается сразу книги писать еще что-то, идею выдвигать. Но никто его не слушает. Тогда он понимает, надо сужать круг. Ладно, хорошо. Что-то попробую, может быть, на уровне города, может, войти в администрацию города, еще что-то. Никто его не берет особенно. Никому он не нужен. Он говорит, ну ладно, может быть, хотя бы на своей работе что-то попробую доказать. Мы говорим, мы сейчас тебя уволим, да и все. Не увольняют. То есть он уже думает, сейчас мы не уволим, да и все. Он говорит, ну может быть, своей семьей. Он приходит домой в семью и пытается что-то доказывать. Его никто не слушает. Говорит, что с ума сошел? Жил нормально, живи себе дальше. Что-то начинаешь такое придумывать. Это и тогда он понимает, что нужно себя менять, действительно. Тогда он начинает что-то в себе менять. Факт. Поэтому все начинается с себя. Если мы можем изменить себя, изменить себя хотя бы что-нибудь, хотя бы чуть-чуть, хотя бы начать проконтолировать свои глупости. Это уже много сразу же изменяет мнение общества. Человек думает, вот если я перестану пить, как же я буду жить? Как же буду со своими друзьями общаться? Или что? Вот друзья все начинают уважать. Приходит сразу уважение. Глобальное уважение. Глобальное уважение. Тут же все начинают уважать. Ничего себе человек так контролирует себя. Удивительно. Не может быть. Приходит уважение. Люди начинают меняться. Вокруг нас начинает меняться. И так, если мы расширяем свое поведение, то расширяется зона нашего влияния. Факт. Поэтому можно дойти до уровня святости, чтобы влиять на весь мир. Поэтому расширение идет от точки в сторону, естественно, да. Мы могли бы это нарисовать, но не на чем. И идея в том, чтобы любить себя, значит, понять, что мне нужно. То есть, что меня хотя бы не убивает. Поэтому, что нужно понять в первую очередь? Ну, культура начинается с этого. Возвожение. Что нужно понять? То есть, что меня может убить в первую очередь? То, что в меня реально попадает. Что это такое? До питания. До питания. Поэтому культура начинается с диетологии. Потому что реально то, что в меня попадает из внешнего мира, это пища. Если я не знаю, что мне полезно, а что вредно, я не культурный человек. Поэтому все развитие начинается с диетологии. Если человек знает диетологию и понимает, что ему полезно, а что вредно, он может себя любить хоть как-то. Хоть как-то. Потому что, ну, любить себя это хотя бы не убивать. Почему сейчас человек живет 52 года, 53 года? Потому что он себя просто убивает. То есть, он ровно полно жизни убивает. Убито. Чем убито? Неправильное питание. Человек просто неправильно питается однозначно. Одна из главнейших причин, то, что реально попадает из внешнего мира внутрь. То есть, реальное воздействие, прямое, самое что ни на есть жесткое воздействие через пищу. Реально. То есть, организм это настроен на получение из внешнего внутрь. Если это не то, что нам надо, все. А если отец и мать не знают, что нужно ребенку по его конституции, то что-то происходит. Но они кормят ядом своего ребенка. Поэтому пища это то, что подходит по нашей конституции. Если мы это не знаем, то мы питаемся ядом. Очень просто. И тело настолько хорошо устроено, что оно терпит все это достаточно долго. Целых 50 лет оно терпит то, что нам не хочется потратить полчаса на изучение диеты. Чтобы изучить диету, нужно полчаса. Просто нужно понять, что есть разные типы тел, раз есть разные диеты, и человек должен в этом разобраться. Просто сейчас настолько много апрафанирующих диет, что человек не знает, к чему вообще обратиться. Поэтому можно сказать разнообразие, как мы говорили, а демократия в знании иногда приводит к тому, что человек просто не может разобраться, что же надо. И поэтому вообще не разбирается. Вообще не разбирается. Поэтому можно обратиться к корням и легко в этом разобраться. То есть это вот некоторая забота о себе, факт. Если мы уже умеем позаботиться о себе, тогда мы можем проявить любовь к другому. Например, своего ребенка можем накормить тем, что будет способствовать его жизни, а не будет его убивать. Это уже некоторое проявление любви. Реальное, физическое проявление любви. Очень просто. Поэтому, в общем-то, в этом есть смысл. Есть смысл. Просто что в это вкладывается вопрос. Вопрос, что в это вкладывается. Поэтому, конечно, можно было бы много об этом говорить. Но сам принцип верный. Сам принцип верный. Поэтому, может быть, он не раскрыт до конца. Но принцип верный. Начинать нужно себя. Себя однозначно. Если мы сможем менять себя, тогда другие естественным образом тоже захотят меняться. Потому что меняют не слова. Меняют пример. Меняют пример слова. Ничего не значит, если человек сам не следует тому, что он говорит. Ничего не значит. Просто болтовня. Просто болтовня. Никого смысла нет. И чтобы о чем-то говорить, нужно следовать минимум два кризиса этому. Нужно два кризиса пройти. Два по семь лет. Каждый семь лет приходит кризис. Мы это изучали из книги на эту тему. Каждый семь лет приходит кризис. И человек должен минимум два кризиса прожить. У него должно быть, так сказать, два опыта. Два пережитых опыта в этом направлении. И тогда он может об этом говорить. То есть минимум 14-летний опыт должен быть. 14-летний опыт. Если у человека 21-летний опыт, это считается профессионалом. У него есть достаточно полноценный опыт в своем направлении. он может передавать это знание словами. Может передавать это знание словами. И его знание будет, так сказать, адекватным. Называется, в общем-то, уже уровень мудрости. Уровень мудрости, когда человек что-то понимает, 21 год. Это уровень мудрости. В этом сейчас и проблема. Мы также это упоминали, что не хватает профессионализма. То есть человек не способен 21 год работать на одном месте сейчас. То есть теряется эта идея династии. Идея династии просто уходит. Династия – это основа культуры. Почему? Потому что культура – это стабильность. Это профессионализм. Но так как идея династии уходит, и человек не работает там, где платит, а не там, где его призвание, он работает там, где платит, там, где удобно, там, где близко от работы, там, где что угодно, там, где, то есть, приятно, в конце концов. Он там работает. Сегодня будет тема, кстати, тема судьбы, тема призвания. То он теряет свой профессионализм, поэтому мы сталкиваемся с этим подавляющим непрофессионализмом. Знаете, хлеб печет непрофессионал, лечит непрофессиональный врач, водит непрофессиональный водитель, строит непрофессиональный строитель. Ни у кого нет квалификации. А, соответственно, что? Результат негативный. У нас все не устраивает. Все немножко не так. Все немножко не так. Душа не вложена. Когда человек работает за деньги, он вложит свою силу, да. Он вложит свое время. Он вложит свой энтузиазм, да. Но сердце он не вложит. Душа не будет вложена в этот продукт. Потому что душа вкладывается только, если человек по призванию работает. От сердца работает. За деньги будет вложено все, да. Сила, время, все, все вложится. Человек приедет, бог знает откуда и будет работать. Ночами будет работать. Я вижу иногда некоторые там стройки. Ночами работает еще лучше, чем в нем. Часто это можно увидеть. Ночами люди работают с таким энтузиазмом. Глаза горят, фонарей не надо. На лбу. Работают. Есть энтузиазм. Ну а в сердце не вкладывается. В сердце не вкладывается. У меня родители сдали дом, они заселились. Через год нужно было менять всю водопроводную систему. Всю меняли. Через год. Все трубы вытащили, новый поставили. Торопились. Через год все поменяли. Все поменяли. Мама, у меня там что-то с ума не сошла. Как так можно строить? Что они там такое понадобили? Все поменяли. Так сильно торопились. Ну сдали быстро. Все с почетом. Шесть месяцев дом готов. Через год полный ремонт капитальный. И все такими плитами обделывают. Знаете, такими плитами обделывают. И как только ветер, они начинают летать. Начинают обрывать. Поэтому никто не ходит. Все дом на вокруг обходит. А ничего сделать невозможно. Он такими тоненькими, маленькими весь дом выложен. И вокруг него ходить невозможно, когда ветер дует. Как вот жить удивительно? Да, вложено, но души нет. То есть человек не отвечает за последствия. Нет ответа за последствия. Когда душа вложена, человек думает о будущем, а не о настоящем. Когда человек думает о настоящем, в этом душе нет. Сейчас, сейчас. И он получает сейчас, но будущее его не волнует. Когда вкладывается душа, человек думает о будущем. О будущем думает. Как ему потом люди будут его вспоминать добрый мир. Поэтому подписывается человек, например, если какое-то произведение, подписывается, мое произведение, я это создал, клеймо ставит, еще что-то, династия, династийное клеймо, если человек что-то создал. Сейчас непонятно, кто что создал, все делают китайцы, даже название все делается в Китае, никто не подписывается, в этом идея, профессионализм уходит, поэтому все немножечко боятся, есть напряжение, никто не знает вообще, в чем принцип, в чем принцип, но культура это думать о будущем, культура думать о будущем детей. о будущем цивилизации, о будущем страны, если интересует только настоящее, то отсутствие культуры, развлажения культуры. В этом идея. И глубокий отпуск, да, хороший. Хотел спросить, вчера вы говорили, что вы утром прочитали, что на физическом плане проявляется что-то неприятное, это достаточно легкая карма, а на психическом это уже сложно, да? А вы не можете сказать, где вы такое прочитали? Где я такое прочитал? Ну, его выпуск нет дал трактата, я скоро это опубликую в лекции, это перевод, один из переводов, поэтому на русском языке они. Ну, скоро будет, я и как раз делаю лекцию. Поэтому вот это. Угу. 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 он привел фамилии всех гениальных людей, которые повлияли на развитие человеческой цивилизации. Я хочу сказать, что судьбы 99% этих людей, которые смогли принести свет миру, закончили с большей частью трагической, к сожалению, к великому. Начиная с мотор, у которых не было дров, чтобы гениальный композитор. И там буквально, я просто был поражен, 90% людей, которые что-то сделали для нас с вами, они погибли, можно сказать, без зверей, их не понимало человечество. И вот я, интересно, да, все вы говорите, а как же так получается, что мы, так сказать, будем становиться лучше, чище, светлее, и как вот нам, так сказать, идти к обществу, не отдаляя тебе вот это нас. То есть мы себя воспитываем, становимся чище, лучше, светлее, а, так сказать, все святые, они живут очень тяжело, напряженно, и, можно сказать, трагически. В понимании, да, в понимании современного, обыкновенного, обывателя современного человека. Вот такой вопрос. Все святые умерли, а остальные разве стали жить? Нет, ну вот именно, и остальные все. И остальные тоже, да, все. След за ними, да. Поэтому никакое развитие культуры не сделает вас бессмертным. Поэтому, извините, вы не туда попали. Мы не общество бессмертных, нет. Весь вопрос, культура, вообще, достижение уровня культуры и достижение духовного уровня характеризуется тем, в общем-то, как человек умирает. Счастливым он умирает или несчастным, в общем-то, я думаю. Потому что умрут все, однозначно. Никто не выживет. Это, может быть, не секрет. Но развитие, духовное развитие, дает человеку героическую смерть. Он умирает, как герой. И все видят, что он умирает, как герой. И его смерть героическая. Потому что он совершает подвиг. Духовное развитие – это подвиг. Поэтому святость – это достойно умереть. В подвиге. Да, достойно. Понимаете, не просто на помойке, замерзнув от алкогольного опьянения. Понимаете, не просто. А достойно умереть. Вот это святость. Факт. Но не выживет никто. Смотрите, сам Иисус, скажем так, достаточно нелегко ушел из этой жизни, да? Но у него было 12 апостолов. Ни один из них не умер своей смертью. Всех замучили. Всех до одного. Но что это дало? Смотрите, христианство как стояло, так стоит. Сдвинуть невозможно. Такой подвиг был заложен во всем этом апостолами. Все погибли. Все. Тяжелейшие смерти. Все погибли. Но таким подвигом это было все заложено, что культура пошла вглубь. Настолько пошла, что тысячи лет прошли. Тысячи лет. Тысячи лет. А слово Христа несется и несется. Понимаете? Поэтому подвиг мы закладывают в будущее. И кто-то... Подвижников мало. Факт. Подвиг не для большинства, однозначно. Подвиг не для большинства. Большинство на подвиг не пойдут. Подвиг, да, для тех, кто сам добровольно решается отдать свою жизнь ради будущего. Ради будущего. Ради детей, внуков будущего. Ради всего. Ради культуры. Поэтому мало таких людей, да. Это не футбол. Сейчас вот рядом мы шли, да, через Динамо. Это не футбол. Все на футбол пошли. Да? Тысячи, сотни тысяч людей пошли туда. Там религия сейчас главная. Религия 21 века. Футбол, хоккей. Вот в этом идея. Но никто не хочет говорить о подвиге. Никто не хочет говорить о том, как это так. Как это так. Усугубить еще свою ситуацию. Не просто спокойно прожить, но получать хорошую пенсию. И все нормально. Потихонечку сгинуть в отме веков. И потом твою могилку потихоньку раз. Сравняют и новую, какую-то хорошую другому человеку поставят. И забудут вообще все. Человек через туалет, но забываются и 99% людей. Никого вспомнить невозможно. Так редки остаются. И то, в общем-то, сейчас в памяти остаются больше хулиганы. Факт, вы заметили? Не культурные люди остаются больше в памяти, а хулиганы. Если человек нахулиганил прилично, его все запоминают. Да, хороший был хулиган. Не более того. Но чтобы действительно совершить подвиг, это не шутка. Поэтому, в общем-то, разговор-то идет действительно о подвижничестве. Поэтому просто быть культурным человеком, это уже подвиг. Потому что культура, это что такое? Это хорошо относиться к человеку, который к тебе плохо относится. Это что же за ужас такой? На что диктует общество? Общество диктует, надо бороться за свои права. Надо бороться за свои права. А то вдруг культура. Культура. Хорошо относиться к человеку, который к тебе плохо относится. Как же так? Как же так? Но это основа культуры. Другая щека. Другая щека. Основа духовной культуры, материальной культуры. Понимаете? Умение понять, что если к нам приходит какая-то проблема, это мы ее создали изначально. Мы создатели этой проблемы. Поэтому нет смысла ругаться на инструмент, через который приходит эта проблема. Нет смысла ругаться. Понимаете? Нет смысла ругаться. Мы одеваем на руку перчатку и бьем себя по носу. И говорим, ах ты негодяйская перчатка. И начинаем ее рвать на куски и сжечь огнем. И выкидываем, говорим, вот какая гадская, нехорошая перчатка. С общими ее ногами. Она была одета в нашу руку. Мы были инициаторами своих собственных проблем. В этом есть культура. А культурный человек понимает, что все проблемы, которые приходят в его жизнь, изначально сотворены им же. Они просто возвращаются. Элементарный закон сохранения энергии. Мы не можем получить то, чего мы изначально не создали. Мы приводили простой пример. Берем кулак, бьем стену. Стена, но с этой же силой, бьет нас по кулаку. Всем понятен закон кармы? Это простейший пример из закона кармы. Можно головой, чтобы лучше понять. Легко понимается. Но когда другой человек приходит и дает нам пинка, мы не можем понять, что однажды мы сами это все спровоцировали. Вот сейчас это вернулось. Поэтому культура, это уважает инструмент, через который приходят к нам наши собственные последствия. Они к нам пришли. То есть нам пришла зарплата какая-то. И какой смысл орать на кассира? Кассиру все равно он честно выдает положенную сумму. Поэтому и кассир какой-то приходит. Это может быть даже родственник, может быть ребенок. Кто угодно может быть кассиром. Кассиров много вокруг нас. И они могут нам вычислять, так сказать, начислять нашу зарплату. Но мы ее сами наработали. Это наши собственные наработанные, в общем-то, действия. Поэтому, чтобы принимать культуру, необходимо принять, что мы получаем все по заслугам. Если мы не принимаем это, то о культуре вообще можно не разговаривать. Потому что тогда нужно просто всех обвинять. Нужно создать партию хороших людей. Есть такая очень хорошая поговорка. Что сделать, чтобы не было зла? Нужно собраться всем хорошим и убить всех плохих. Поэтому тогда нужно сказать, что весь мир плохой, а мы все хорошие. Нужно запастись автоматами и пойти быстро там всю эту площадь этих болельщиков расстрелять. Потому что чего они только портят. Это просто новая политическая партия. Нет. Нам не нужна новая политическая партия имени «Мы против всех». Мы не против всех, наоборот, мы за всех. Мы хотим просто показать пример подвига. И подвиг понимают все. Подвиг понимают все. Даже маленький подвиг. Даже маленький. Вот 20 лет назад был Новый год. Я сказал своим родителям, я не буду есть мясные пельмени. Они сказали, как, на Новый год ты не будешь есть мясные пельмени? Что ты будешь есть? Я говорю, рыбные. Они сказали, ничего себе. Ты что это? Что это? И все пришли на меня посмотреть, все родственники. Он отказался от мясных пельмени. На рыбные перешел. Как это так? На следующий Новый год я уже вообще был другим человеком. Сразу же. Как только человек начинает что-то менять в себе, это тут же становится подвигом. Люди тут же приходят смотреть. Как это он не курит и не пьет уже 20 лет? Как такое может быть? Мы не верим. Наверное, курит и пьет, только никому не говорит. Как такое может быть? И ничего не кодировался, не вшивался, ничего не делал. Как это такое может быть? Просто захотелось измениться и все, не может быть такого. Ну как не может? Вот я живой сижу. 20 лет, не курю, не пью, ничего. Какая проблема? И меняются отношения. У людей меняются отношения, не видят, что это возможно. Без всякого гипноза. Просто можно захотеть и все. Так что, чтобы менять себя, нужно просто захотеть и все. Но есть некоторые оплаты. Некоторые оплаты. Это оплата пойти против всех. Потому что оплата это пойти против движения. Движение не хочет контролировать себя. Движение говорит, не надо контролировать себя. Контролировать себя это насилие над собой. Насилие над собой. Как это контролировать себя? Это же насилие. Нельзя над собой насилие совершать. Как же так? Как же так, насилие над собой? Но культура это насилие над собой. Сейчас мы сидим и совершаем насилие над собой. Факт? Сплошное насилие. Сидеть, молчать, слушать Вячеслава Олеговича. Не кушать. Да? Не кушать. Столько контроля. Факт. Соседи сидят рядом. На моем месте, на котором я хотел сидеть. Они сидели туда. Столько контроля. Культура это контроль. Что бы ни происходило, мы пытаемся себя контролировать. Культура это контроль. Свобода это без культуры. Свобода без культуры. Культура это добровольное принятие разумных ограничений. Факт. Культура добровольная, принятие разумных ограничений. Никак иначе. Но человек говорит, liberty, свобода. Свобода это. Но это легко проверяется. Я приводил эти примеры. Множик в примерах. Человек говорит, я свободный человек, поэтому имею право вечером поехать по встречной полосе на машине. Имею право, я свободный человек. Никто не может не запретить. Да? Никто. Но длиться это будет недолго. Очень недолго. Всегда есть хороший КАМАЗ. Ну, всегда есть. И тебе говорят, я свободный человек. Я имею право пойти в магазин, взять блоку хлеба и не заплатить. Я свободный человек. Почему я должен им платить? Имею право на блоку хлеба, да? Но выйдет охранник и скажет, да, ты, конечно, не имеешь права. Но я имею право тебе палкой стукнуть по голове. У меня тоже есть своя свобода. У меня есть свобода охранять мой хлеб. Поэтому почему мы сегодня ходим целый день, и у нас все нормально? Только потому, что все более-менее добровольно принимают ограничения. Вы заметили? Все более-менее добровольно принимают ограничения. Что будем обходить друг друга, понимаете, будем вежливы более-менее, будем по очереди в автобус входить и так далее. Все добровольно, никто никого не заставляет, нигде никакие правила не написаны. На автобусе нет такого правила, входить по очереди. Там нет такой надписи. Но все более-менее стоят, ходят по очереди. Нету правил. На улице, на тротуаре нет правила обязательно обходить друг друга, штраф 100 рублей. Нет, все сами обходят друг друга, добровольно принято ограничение, тут нет правила не драться из-за стульев. Все просто не дерутся из-за стульев. Нет правил, нет. Они, в общем-то, не проговариваются, культура, это правила, которые не проговариваются. Их все принимают добровольно, добровольно, не говоря ничего друг друга принимают добровольно поэтому если мы их сами довольны принимаем никому ничего не говоря тогда мы можем сосуществовать но если мы отказываемся на основе ложной идеи свободы то получается не свободы анархии не свободы анархии в этом проблема так интересно и большие вопросы каждый вопрос на одну лекцию приходится останавливаться еще что-то может возникло за эти дни интересные выясним давайте следующую тему разберем теория судьбы да теория судьбы мы говорили о том что часто нас интересует этот вопрос что мне подходит по себе подходит ли мне этот человек по судьбе? подходит ли моя работа по судьбе? И так далее моя ли та страна здесь подходит ли мне это по судьбе и проблема состоит в том что человек вкладывает особые ожидания в этот вопрос спрашивающему кажется что если что-то мне подходит по судьбе, от этого должно приходить только хорошее. Только добро, только счастье, только радость, только деньги, только удовлетворение. Если мне это подходит по судьбе, только хорошее должно от этого приходить. Есть такая идея? Почему-то есть. Очень интересно. Но суть как раз данного вопроса состоит в том, что к сожалению, это не совсем так. К сожалению, не совсем так. Судьба это что такое? Мы говорили. Последствия нашей собственной деятельности. Судьба. Последствия нашей собственной деятельности. Но разве наша собственная предыдущая деятельность была всегда позитивна? Нет, да, много ошибок было, факт, было много ошибок. Поэтому и последствия не могут быть абсолютно позитивными, невозможно. Например, да, у меня очки минус 5, но они мне очень хорошо подходят по судьбе, идеально подходят по судьбе, вот это моя судьба, знаете. И горькие лекарства могут очень хорошо по судьбе подходить, и зуб нам сверит сверлом, который нам идеально подходит по судьбе, и скальпель однажды подойдет идеально по судьбе, операцию будут делать, идеально подойдет. И даже смерть однажды пройдет идеально к нам подходящая по судьбе. Но это очень неприятные вещи, факт, знаете. Неприятные вещи. Поэтому мы должны понимать, что если мы несовершенны, то не следует ждать совершенной судьбы. Но мы несовершенны и ждем, что к нам пройдет совершенная судьба. Вот это тот самый рыцарь на белом коне. Совершенный белый рыцарь на совершенном белом коне. Не умирающий белый рыцарь и не стареющий. На не стареющем, не умирающем белом коне. Очень странно. И идея судьбы состоит в том, что если это наша судьба, то через нее мы можем понять все законы поведения человека, если это наша судьба. То есть она идеально подходит нам, как идеальный учитель. Судьба это то, что к нам подходит как идеальный учитель, чтобы дать нам урок. Дать нам урок. Но урок не очень-то приятен, факт. Сам урок не очень-то приятен. После урока весело. Но сам урок не очень-то приятен. Не очень, да есть некоторые проблемы. И не понимая этого, мы начинаем разочаровываться в том, что происходит в нашей жизни. Думаю, какая-то ошибка, я недостойный этого, думаю, человек. И начинается погоня за судьбой. Это не моя судьба, думаю, человек. Поэтому буду просто сидеть, ждать свою судьбу. Но все это говорит о том, что человек просто не хочет работать над собой. Что же значит видеть вот эту руку судьбы? Ее нужно искать, факт. Мы должны понять этот урок. Нужно понять урок судьбы. Так как этот урок есть. И вот это умение увидеть урок является путем к просветлению. Есть такое понятие просветления. Что это значит? Вот этот поиск урока, поиск урока от судьбы, выражается в том, что человек старается в любом событии увидеть положительный момент. В любом событии увидеть положительный момент. Вот это вот видение хорошего является тренировкой по развитию видения своей судьбы. Если мы видим позитивный момент, мы все прием как свою судьбу. Мы все будем способны принять как свою судьбу. Что бы ни происходило. Мы будем видеть, что это идеально к нам подходит. И в общем-то для этого нужна некоторая переоценка. Мы должны на прошлом немного получиться. Мы должны немного переосмыслить некоторые события в прошлом. Потому что сейчас мы их не оцениваем однозначно как имеющие положительный момент. Есть некоторые проблемы. Поэтому вот эта степень просветления человека, степень, зависит от того, сколько событий в своей жизни мы оценили правильно. Если 5%, наша степень просветления на 5%. Если 100% оценили, значит хорошо. Пусть будет 100%, переоценили всю жизнь. Это видение очень интересное. Поэтому поиск истины, в общем-то поиск судьбы, это поиск положительного в сложившейся ситуации. Очень интересный момент. Но кажется истина где-то рядом, где-то еще ищут на все в каком-то фильме, где-то на каких-то полигонах. Нет. Истина в реальном неприятном моменте, который прямо сейчас ко мне подходит. В реальном. В реальном толкающем меня в метро человеке. Вот она истина прямо там. В реально каком-то неполучившемся деле. Еще в чем-то в реальных мелочах. Она находится в каждой мелочи. Если мы способны оценить положительный момент этой неприятной ситуации. Приятную ситуацию очень легко оценить. Это может любой человек. Для этого мозгов вообще никаких не надо. Ой, как хорошо. Сейчас кто-то выходит и говорит, я вам купил 10 кг ядов. Он говорит, о, большое спасибо. Это очень легко оценить. Очень легко. Но если нам говорят, извините, это не ваш шарфик, это мой шарфик. Я точно его знаю. Я вчера тут его оставил. Отдавайте. Отдавайте шарфик. Давайте. Уже да. Уже что-то. Че это? Че это? Че твое шарфик отдавало? Че бы я ему шарфик отдавал? То есть да. Никакого позитивного момента нет. Никакого нет позитивного момента. Если мы способны увидеть, да, тогда все меняется. Жить действительно становится удачной. Удачной. Жить становится удачной. Исследования. Ричард Вайзмин, я напомню. Проводил исследование. Популярнейший психолог. Десятилетнее исследование. Десять лет. Исследовал две группы людей. Просто я напомню. Я это уже рассказывал. Счастливчики и неудачники. Две огромные группы. Десять лет исследовал. Искал, что же их связывает с их. И удачников нашлась только одна связующая полоса. Одна связующая идея. Все они. Все они в любой самой неприятной ситуации видели что-то положительное. Все они. И у них была одна и та же тенденция. Их желания имели способность сбываться. Их надежды имели возможность осуществляться. А они просто видели позитивное. Они просто видели позитивное. Пожалуйста. Реальный секрет исполнения желаний. Все хотят исполнять желания. Все нет. В общем-то все за этим мы сюда и пришли. Мы хотим исполнить свое желание. Вот секрет. Все можно расходиться. Нужно позитивное найти во всем негативном, что происходит в нашей жизни. Этот секрет известен. Он написан зеленым по белому. Везде. В любой культуре. Кто знает эту поговорку? Все, что не происходит. Все к лучшему. Или нет. Да, все. Это очень просто. Все это знают? Все это знают? Все знали? Почему мы это не применяем? Только по одной простой причине. Нет примера. Нет подвижника. Нет человека рядом, который реально живет по этим принципам. И мы думаем, ну никто так не живет, что я буду тоже так жить? Против всех-то не попрешь, да? Против всех-то не пойдешь. Поэтому приходили пророки и шли против всех. Против всех шли и за ними гнались и не знали, на куда деться. Понимаете? Где только они прятались, и там, и здесь прятались. Везде прятались. Убить хотели, убивали. Понимаете? Потому что против всех. Потому что как это так? Подвиг совершает человек. В мирное время подвиг это опасно. В военное время подвиг это пожалуйста. А в мирное время подвиг это очень опасно. Как этот факт? А как же делать? А миру нужен потребитель. Миру нужен потребитель. А подвиг учит чему? Простоте. Подвиги честно, когда человеку ничего не надо для счастья. Это страшное состояние. Для экономики это жуткое состояние сознания. Мне ничего не нужно для счастья. Такой человек не нужен в стране. Человек, которому ничего для счастья не нужно, в стране не нужен. Он ничего не будет покупать. Ему ничего не надо. На каком-то году жизни я понял, мне ничего не надо. У меня нет желания ничего покупать. Оно куда-то ушло, пропало. Ничего не нужно. Потому что счастье не от вещей берется. Вещи, конечно, нужны, это хорошо, да, они должны быть, факт. Но не от них приходит то, в общем-то, ощущение счастья. Не от них. Счастье не от этого происходит. И когда человек это попадает, все, он для экономики мертв. Потому что экономике нужен человек, который постоянно хочет нового. И он думает, что в новой вещи счастье, там оно. Там есть какая-то кнопка сзади, счастье. Есть, человек становится счастливым. Там где-то кнопка, если разобрать, точно инструкцию прочитает, там есть, как включить счастье. Канал в счастье. Какой? Штат первый канал. Человек его ищет, целую ночь бывает. Целую ночь ищет. Вывихи пальцев уже происходят, лечат. На Западе лечат вывихи пальцев. Так человек щелкает по пульту быстро. Будто там где-то вот сейчас будет передача. Сейчас вот она дает человеку сейчас. Не дает, не дает, не получается. Счастье в подвиге. Счастье отдать другим пример культуры. Счастье. Это счастье в подвиге, факт. В этом счастье, да? За него надо заплатить. Счастье, это же великая вещь. Да или нет? Но мы хотим ее купить за одну копейку. Дайте нам телевизор за одну... За самый дорогой телевизор. Дайте, пожалуйста, мне за одну копейку. Но счастье самое великое чувство. А мы хотим так просто. Просто чуть-чуть. И вы телевизор его найти. Просто купить телевизор там за 5000 рублей. Маленький пульт к нему. И там счастье найти. Это смешно? Нет. Счастье реальный подвиг. Нужно совершить реальный подвиг. Да. Поэтому люди удивляются. Никто не понимает религию. Что такое религия? Люди отказались от всего. Живут в каком-то подземелье. Едут в Киево-Бельчевскую лавру. Заходят в это подземелье. И могут понять. Как может тут быть счастливым? Ничего нет. Уже радио. Как можно быть счастливым? Ничего нет. Наверное, что-то они употребляют. Наверное, что-то употребляют. Не может быть такого. Как это так? Но люди отказались вообще от всего. И полностью счастливы. Как такое может быть? Это полностью противоречит идее развития. Идея экономики полностью противоречит. Как же так? Как же быть? Что же теперь делать с новым видом шампуня? И с новым станком для обретения? Что же теперь делать? Куда я где? А их уже сделали несколько миллионов штук, никуда девать. Поэтому нужно бороться с подвижничеством, нужно с этим бороться. Человек изменил свое питание, в тюрьму его надо посадить. 20 лет назад в тюрьму садились и человек менял свое питание. Нет, друзья, в тюрьме отсидели за вегетарианство. В тюрьму садились за вегетарианство. Скрывать приходилось, что для вегетарианцев. Изменил свое питание. Очень подозрительно. То, что водку каждый день пьет, это нормально, пусть пьет. Бедненький. Ничего страшного. Еще на похмелку все дадут. Человек выходит утром в метро, говорит, я опохмелился, дайте денег хоть чуть-чуть. Ему все дают. Все дают. Какая действительно бедненький. Не дай бог, он изменил свое питание. Не дай бог. Это так опасно для социума. Значит, он начал меняться на подвиг. Человека на подвиг потянуло. На подвиг. Значит, он сейчас начнет отказываться от блага. Его в деревню сейчас потянет опять. Он захочет просто выращивать продукты сам, без пестицидов. Таких дорогих и хороших пестицидов, которые поддерживают нашу экономику. Он захочет жить без света, потому что свет вообще человеку не нужен, оказывается. Оказывается, солнце есть. И при солнце все видно, оказывается. И светит оно очень долго. Никакой проблемы нет. Никакой проблемы нет. А если уж очень надо, можно фитиль зажечь. Никакой проблемы нет. Вообще, если это не надо. И туалет, оказывается, бесплатный абсолютно. Не 10 рублей стоит. Вообще бесплатный. Просто лес. Один большой туалет. Никакой проблем. Как это так, его тянет на какую-то простоту. Как это так, не может быть. Очень опасно. Очень опасно. Но простота делает человека здоровым. Чем проще становится человек, тем это делает его более здоровым. Человек думает, я себе куплю самый мягкий диван. Самый мягкий. Самый дорогой. Покупает. И его позвоночник через полгода полностью аннулируется. Его уже выправить никто не может. Этот позвоночник. Невозможно. Нет ничего опаснее для жизни, чем мягкая мебель. Потому что позвоночник полностью искажается. А позвоночник самая главная часть в теле. Да? Ну, будем считать, что да. Конечно, может быть там еще? Да. Но позвоночник самое главное. Не дай Бог, чуть-чуть что-то в спине отказывается, это уже не человек. Факт? Очень трудно все. Уже быть в социуме очень трудно. Очень трудно. У меня очень много друзей, у которых на проблемы по позвоночнике. Упаси Бог. Упаси Бог. И к чему? Это просто желание большего комфорта. Но комфорт уничтожает здоровье. Потому что тело требует подвига. Тело требует подвига. Теплой водой моешься, толку никакого опять спать хочется. Замечали? Вроде встал, вроде проснулся, моешься и чувствуешь, даже воду не можешь выкручить. Так спится хорошо. Стоит, стоит. А не дай Бог тебе к ванну ложится. Все. Столько людей тонет в ванне, что просто расслабляют. Нет. Но если холодненько, раз. Все. Вот. Хочется жить, да? Жить хочется, бодрить. Бодрить. Хочется жить. Очень хочется. Нет. Очень хочется жить. Нет. Очень хочется. Это один из секретов вообще молодости и здоровья. Один из секретов. В общем-то нет другого секрета. Молодость. Тело хочет подвига. Естественно разумного подвига, не бешеного подвига. Не нужно прямо льдом там себе голову разбивать. Но реального подвижничества, реального добровольного отказа от излишней комфортности. Реально. То есть человек должен уметь сам добровольно отказываться от излишней комфортности, если есть возможность это осуществить более простыми способами. Это сделать его здоровым. Человек меньше ест, становится здоровее. Интересно, да? Меньше ест, становится здоровее. Чем меньше приготовленной пищи, тем она здоровее, тем она больше дает энергии. Понимаете? Очень просто. Какие-то простые вещи. Больше человек двигается, более здоров. Помните эту приводу статистики? Если человек хотя бы один раз в неделю совершает полторачасовую прогулку, у него на 70% сокращается опасность на заболевание сердечно-сосудистыми проблемами. Представляете? Полтора часа всего в день нормальной прогулки, быстрой. По свежему воздуху. Просто движется. Но человек всячески, одна остановка, он будет час стоять ждать автобус и проедет остановку, ее за углом видно глазами. В правилах здоровья говорится, если можно за час дойти пешком, нужно идти пешком. Никогда нельзя ехать. Иначе будешь больным. Если можно за час. Если видно глазами, никогда нельзя ехать. Если видно глазами, ехать нельзя. Нужно идти пешком. Нельзя ехать, если видно глазами. Это просто сумасшествует. если видно глаза, значит можно дойти, нельзя ехать, но мы теряем свое здоровье, теряем свое здоровье, реально теряем, потому что более комфортно, более комфортно, но комфорт не значит польза, комфорт значит расслабление, человек расслабляется, а что это значит, уходит желание подвижности, уходит желание развиваться, уходит желание развиваться, поэтому естественно нельзя быть фанатом это да, конечно же нельзя быть фанатом, нельзя конечно же переутруждать себя излишними опытами в этом направлении, но человек должен уметь сам добровольно ставить себе рамки, сам добровольно ставить себе реальные разумные рамки, удовольствоваться простым, действительно простым, А иначе он попадает в ловушку комфорта. Что если будет еще комфортнее, я буду счастливым. Еще комфортнее буду счастливым. Еще комфортнее. Но я был в самых комфортных квартирах. В самых комфортных районах города. Набитых самой комфортной техникой, поверьте мне. Толку никакого. Такие же точно страдающие люди. Лица еще страшнее. Потому что уже все есть. А проблемы не решаются. Более того, она усугубляется. Тут еще хотя бы шанс есть. Что может быть мы купим новую стиральную машину. И наша семья будет счастливее. Еще какой-то шанс есть. Там уже шанса нет. Ее уже купили. Самую говорящую. Чуть ли не советую. Что уже пора постирать. Поэтому нужно уметь. Уметь всматриваться в то, что происходит в своей жизни. Это сама методика постижения знания. Каждая истина постигается после того, как понято предыдущее. Швейцарские исследования показывают, что более 100 лет назад проводились исследования. Что поэтапные запоминания приводят к усваиваемости информации. А постоянные запоминания приводят к выдавливанию. Эффект выдавливания происходит. Человек новое слышит, старое выдавливается. Новое слышит, старое выдавливается. А поэтапное сохраняет информацию. А объема-то хватает. Объема очень много. Очень много объема. Можно столько запомнить, упаси Бога. Но выдавливается. Поэтому мы говорили, что сам-то процесс изменения себя, это действительно погружение в то, что человек слышит. Медитация в то, что человек слышит. Мы говорили, это похоже на процесс пережевывания пищи. Откусили, пережевываем, пережевываем. Иначе толку не будет. Только не переварится. Просто кусок попадет внутрь и все, не переваривается. Поэтому, как пищу нужно пережевать 32-33 раза. То есть, сколько зубов, столько пища пережевывается. Также по поводу одной идеи должно 32 вопроса возникнуть. Пережевывание, это вопросы, когда возникают. Мы говорили, но вопросы, это дым сознания. Дым сознания, вопросы, дым сознания. Дым пошел. Дым пошел. Дым пошел. Дым пошел. Значит, если человек думает, 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 думает. Вопросы, 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 вопросы. Но сейчас никто не может ответить. И спросил у Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. И папа как давай там, поэму рассказывать, что такое хорошо. Очень сложная вещь. Потому что культура должна отвечать на эти вопросы. Что такое хорошо, что такое плохо. И обдумав все эти ответы на эти вопросы, постигнув эти идеи, они начинают становиться нашей частью. Мы начинаем так мыслить, начинаем так видеть, начинаем так жить и решается что-то. Проблемы решаются, решаются. Мы встаем на более высокую платформу, на следующий этаж сознания, на следующий этаж. Мы что-то поняли как кирпич, встали чуть повыше. Когда встали чуть повыше, видно дальше. Кругозор расширяется тут же. Просто все это ходить и изучать очень долго, да? Но стоит просто чуть-чуть подняться, чуть-чуть, и видно все это становится. Не нужно все это изучать, а так ходить, все это проверять, где там каждая яма, каждый куст, бесполезно. Но просто поднялись. Просто поднялись, поставьте всю Москву изучить. Можно просто на смотровую площадку подняться и видно, вон там смотрите, там смотрите, что, тут смотрите, что. А попробуйте все это снизу. Я когда спрашиваю, никто тут ничего не знает, наверное, местных никак встретить не могут. Но когда что-то спрашиваю, никто ничего не знает Это все, можно час ходить около одного того же места Никто ничего не знает, а мы сами такие же Но стоит вверх подняться И можно пальцем показать Вот, смотри, вот, вот, вот Мы говорили, когда мы находимся в лабиринте Бесполезно искать выход, очень трудно Но просто поднялись над лабиринтом, сразу видно Поэтому просто мысль какую-то Поняли одну, из культуры Просто какую-то хорошую культурную мысль Поняли, и сразу поднялись над частью проблемы И сразу вижу, кто спит, кто нет Ну, видите, сразу, раз, и поднялись Чуть-чуть совсем, одна мысль, чуть-чуть Ну, подложили уже под себя, ну, кирпич какой-то Мысль, уже раз, и видно, как решаются Эти проблемы, легко А так, каждую разбирать бесполезно, очень долго Тяжело достаточно Просто поняли, что-то оно усвоилось Все, видим шире Причем глобально шире, чуть-чуть выше, а видно Намного шире, да? Намного шире А если мысли святых изучаем Это сразу на воздушном шаре, сразу вверх Ну, там опасно, страшно О, как высоко Слишком высоко Лучше пока я тут На подоконнике посижу Чтоб держаться за батарею Потому что еще я не готов так высоко Я тоже однажды помню Мы поехали на Алтай, на семинар Мне говорили, дельтаплантом, дельтаплантом Я подумал, приду, пролечу Но когда я пришел, посмотрел на дельтаплант Сказал, никогда не пролечу вообще Когда я его своими руками потрогал Я сказал, что-то не доверяю, они не могут Не готов К дельтаплану не готов Извините Да, время еще не пришло Лучше я снизу, вот снизу красиво Нормально, но вверх пока не пролечу Также наше сознание Мы видим, что действительно есть какое-то Есть развитие, есть действительно развивающие Святые Но нам пока нужно попробовать Человек должен попробовать Чуть-чуть 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 Такой интересный И пришлось пробовать У нас прямо там взяли в клещи Попробую Действительно вкусный сыр Выбрали Они довольны Мы довольны Очень интересно Нужно попробовать Почему? Человек пробует Да, это действительно можно принять Поэтому необходим подвиг Кто-то должен быть пробующий Кто-то говорит Я попробовал Вкусно Давай я тебе тоже дам кусочек Тоже попробую Если нет пробующих Никто не хочет развиваться Поэтому И не нужно много-то чего-то Нужно просто быть пробующим Человек Нужно просто быть пробующим И столько будет меняться вокруг Столько будет меняться Тысячи людей будут меняться Поэтому Нужно действительно это через сердце пропустить Однажды Акбару Великому царю И соседнему государству Прислали три совершенно одинаковые Золотые фигурки Такие нацкие И в сопроводительном письме Говорил, что каждый имеет свое значение И он думал Что ж такое Не мог понять Наконец пришел его Министр Бирбал И он видел, что есть дырочки В ушах есть дырочки И тогда он взял Золотую проволочку Всунул ухом И в Одной фигурке Эта проволока Вышла изо рта В другой Из другого уха У третьего из сердца Он сказал Вот Все трое слышат Только у одного В другой ухо Выходит У третьего У второго изо рта Он сразу начинает говорить А третий через сердце пропускает Через сердце Примером становится Примером То есть пример это подвижник Подвиг это стать примером Просто показать своим примером Что это можно Что это можно И через сердце пропустить Через пример Так интересно Поэтому Мы должны быть очень аккуратны Очень аккуратны Мы должны понимать Что Всегда на нас кто-то смотрит Всегда есть Кто-то Кто зависит От нашего развития Если мы делаем Что-то некультурное Мы способствуем Чьей-то деградации Если мы делаем Что-то культурное Мы способствуем Чему-то развитию Чему-то развитию Поэтому Любое наше действие Оказывает влияние Оказывает влияние Что бы мы ни делали Мы должны оценить Каждое действие Каждое слово Мы должны понять Что от нас Что-то зависит Факт Естественно Мы не можем Что-то изменить Но можем просто Показать пример Вот это В наших силах Действительно Действительно В наших Однажды Тот же царь Акбар Он был очень справедливым Его называли Хранителем человечества И Он часто объезжал Свою столицу По обычаям Того времени Он объезжал Свою столицу Царей любили Никогда не было охраны Мы говорили об этом У царей охраны появились Только после того Как первые террористы Стали взрывать Кареты царей Совсем недавно Сто лет назад Только охрана появилась У царей Он мог спокойно Выходить и гулять По Москве Никакой проблемы не было Никто особенно Не приставал Не было никогда Никакой охраны Так кто-то ходил Рядом просто так Чтоб Ну собак отпугивать Охраны не было Никогда Любили Старших уважали Любили старших И поэтому Он тоже объезжал Сознание было И он тоже объезжал Свою страну В богатой карете Ну с упряжкой Он объезжал У него был указ Останавливаться каждый раз Когда кто-то из подданных Захочет к нему лично Обратиться с жалобой Или к ним допрошением И однажды Возничай остановил лошадей Потому что один нищий калека Протянул к нему руки С мольбой И он стал хвалить царя Кричал только царь Может дать несчастье Только царь Может дать несчастье Только царь Только царь И министр Обратил внимание Что неподалеку Сидел еще один нищий И он сказал Царю смотри Он еще один сидит И тот как бы Возвращая первым Кричал Только бог Может дать несчастье Только бог Никто кроме бога И царь задумался И говорит Ну сейчас Я им покажу Я покажу Он возвратился В его дворец Испек коровая хлеба И запек в нем Слиток золота Большой И на следующий день Он специально поехал По этой дороге Проезжал мимо этих двух И опять один стал Кричать Только царь Может дать несчастье Другой Только бог Может дать несчастье И тогда он говорит Вот сейчас они все увидят И он дал Это хлеба Тому кто прославлял царя Вот видишь Я могу решать Кто даст счастье И он дал ему Этот хлеб Сыковского завода И довольный Поехал домой Он уже об этом забыл Совсем Подумал Вот Я показал как надо Что царь может дать несчастье Через неделю Опять приезжал По этой дороге И вдруг увидел Что тот же самый Кто прославлял Он там сидел И все кричал Что только царь может дать несчастье А тот нищий Который кричал Что только бог Может дать несчастье Его уже нет И он удивился очень Пойкнулся Я не понял Где нищий Тот говорит Не знаю Вот тогда вы мне дали Этот кусок хлеба Я потрогал Чего-то он тяжелый Подумал Что не допекли Наверное Сырой И отдал тому калеке И он так и исчез И царь подумал Да Что-то я поторопился Со своими выводами Не от нас все зависит И распределение От судьбы происходит Но судьба распределяет Поэтому в общем-то Мы должны быть очень аккуратны Очень аккуратны Цель жизни Найти человека Который способен заразить подвижничеством Цель жизни Встретиться с подвижником Тогда мы сможем заразиться подвижничеством Потому что Желанием богополучия Вот этого комфорта Нас уже заражают Налево-направо Мы уже заражены И в общем-то Все строго следят Чтобы уровень Желания комфорта Не уменьшался С этим проблем нет За этим строго следят Очень строго Миллиарды тратятся Чтобы человек Не потерял желание Жить в комфорте Жить в комфорте Поэтому Встретиться с подвижником Очень трудно Я знаю Некоторые города в России Где запрещают Вообще сдавать залы Когда речь идет О каких-то разговорах О культуре Запрещают Мэр города Запрещают Никаких лекций Ни о чем Никаких лекций Ни о чем Если вы услышите Что-то говорит О культуре Все У меня был Один семинар В одном городе Не буду говорить Всем лекция проводил Каждый день Меня выгоняли Мы снимали новый зал Проводили лекцию Нас опять выгоняли Снимали зал Каждый зал Каждый день Нам запрещали Читать лекцию О культуре Каждый день Мы 7 залов сменили За семинар За один семинар И люди ходили Все Они не знают Один секрет Те кто борются С комфортами Если русскому человеку Что-то запрещать Он пойдет Через все Чтобы это получить Никогда Религия так не развивалась Когда с ней боролись Никогда Поэтому Ни в коем случае С культурой Если бы Хоть чуть-чуть Было сознание С культурой Нельзя было бороться Но бороться Поэтому очень хорошо Она помогает Все во благо Да Все во благо Сразу нужно верить Плюс Очень помогает Очень интересно Нужно быть очень аккуратным Поэтому Нужно уметь Совершать этот подвиг Подвиг значит Принимать Старшинство Мы в общем-то с этого начали Подвиг Принимать чужую мудрость Ведок дает Удивительное сравнение Человек это чаша Наполненная кармой И избавиться от кармы Очень легко Нужно склониться Перед чужой мудростью И что происходит Если я склоняюсь Перед чужой мудростью Карма выливается Чаша наполненная кармой Если я склоняюсь Перед чужой мудростью То из моей чаши Выливается карма И я становлюсь свободен Я становлюсь свободен Поэтому мудрость Это принять чужую мудрость Мудрость это принимать чужую мудрость. Так же, как ученость, это уважать чужую ученость. Глупость, это думать, что я умнее всех. А ученость, это принимать чужую ученость. Так же, как и мудрость. Мудрость, это склоняться перед чужой мудростью. И тогда происходит обмен. Тогда происходит обмен, обмен мудрости, удивительное явление. Удивительное явление. Поэтому карма, это не просто какие-то совершенные поступки. По-настоящему, болезненная карма, это неосуществленные желания. Не осуществленные желания. Вот это настоящая причина болезни. Не осуществленные желания. Настоящая причина всех страданий. У нас есть какие-то идеи, если мы это осуществим, то мы станем счастливыми. Мы это осуществим, но чтобы стать счастливым, уже есть все для этого. Уже все готово. Потому что подвиг можно осуществить прямо сейчас. Никакой проблемы нет. В индийской акустической музыке известен такой факт, что если поместить ситар, есть такой музыкальный инструмент, в пустой комнате и напротив, если на нем начнет играть искусственный музыкант, и напротив будет стоять просто другой такой же инструмент, то он начнет играть эту же мелодию. Сам повторять, резонировать начнет. Ту же самую мелодию играет. Он чуть-чуть сложнее. Вот мы включаем, да, это некоторая такая электронная копия. Чуть-чуть такой звук задает. Поэтому, если мы находим человека с некоторой чистотой, мы можем заразиться этой чистотой. Тогда можем другого заражать. Другого заражать. Передать. Передавать. Чистота тоже заразна. Тоже заразна. Так же, как и грязь. Грязь заразна, но и чистота заразна. Вчера мы это обсуждали. Поэтому от общения с хорошим человеком наше сознание становится легким. И мы поднимаемся и видим решение проблем. Очень просто. Очень просто. Если мы очищаем свое сознание, становится легким. Она становится легким, поднимается и легко видит решение проблем. Очень просто. И когда мы понимаем этот способ решения проблемы, мы можем его передать. Очень простая методика, очень простая методика ничего сложного нет но мы должны понять, что любой процесс очищения требует некоторого, так сказать процесса самого процесса процесс, то есть он должен быть например, как масло очищается нагреванием, да? нагреванием и достаточно долгим нагреванием например, чтобы приготовить натопленное масло 3 часа нужно его нагревать, да? 3 часа не может масло сразу очиститься если его не очистить, то оно начнет портиться молоко начнет пропадать и масло будет плохо пахнуть но если масло очистить от этих частичек молока то тогда оно перестанет пропадать оно начнет улучшать свои качества из года в год чем больше оно будет храниться тем лучше оно будет становиться тем более полезным оно будет так же у нас, в нашем сознании это происходит если мы не очищаем свое сознание общением с хорошими людьми, то вот эти капельки, частички дурных желаний приводят к тому, что мы пытаемся их осуществлять и теряем жизнь, в общем-то, в погоне за осуществлением глубоких желаний. Теряем жизнь и мы много лет можем на это потратить, потом оказывается толку никакого. Называется кризис средних лет. Кризис средних лет, но когда человеку 40 лет, он понимает, что 40 лет впустую вообще. Пустую, никакого толку. Столько осуществленных желаний, толку никакого. 40 лет ушло ни за что. Кризис средних лет. Человек не понимает, что же такое. Но если мы избавляемся, то есть они выходят, да, это неприятно, немножко жарковато, подпекают, подпекают, то есть немножко, так сказать, социум недоволен, подпекают, но выходят эти частички белые, молоко выходит, то однажды появляется аги, чистота аги, чистая масса. И тогда человек становится все здоровее и здоровее, все лечебнее и лечебнее, он помогает другим, помогает другим, способен помогать, его сознание улучшается и улучшается. Поэтому мы говорили, да, что на определенный момент происходит развилка между стариком и старцем. Старик это тот, кто не смог очистить своём сознание, и оно начало плохо пахнуть, и он становится очень недовольным, все плохие. Все плохие. Нужно стать старцем. Это очистить своё сознание и понять, что все хорошие, все хорошие. В этом разница. В этом разница между стариком и старцем. И у старика сознание деградируется дальше и дальше, а у старца сознание очищает всё лучше. все выше и выше поднимается. В этом разница, в этом процессе. Поэтому нужно оценить эту возможность и самим встать на этот путь подвига. В общем-то, ничего особенного больше в жизни сделать невозможно. Любое другое достижение будет, но забыто. Будет забыто. Но подвижничество остается навсегда. Это реальный шанс, действительно, помочь себе и другим что-то изменить. Даже если оно маленькое подвижничество или даже маленькое, но подвижничество дает возможность подвинуться другим, подвинуться другим. Хотя бы кто-то один может сесть, хотя бы кто-то один. Как сегодня я ехал в метро и и вроде бы было занято, в общем-то, все это сиденье. Но подошла женщина и все напряглись и одно место раздвинули и сели. Некоторые подвижничества и все были счастливые. Кажется, им было теснее ехать намного, но все это сиденье ехало счастливым. Они напряглись и все были счастливы. И эта женщина была счастливая и все сиденья ехало счастливым. А все остальные не хотели напрягаться. Поэтому ехали и критиковали, что какие умные прям подвинулись, корчат от себя. Поэтому подвиг никогда не оценивается, помните. Чтобы совершать подвиг, нужно понять одну вещь. Подвиг не оценится так просто. Не оценится. Поэтому подвиг нужно делать действительно бескорыстно. Бескорыстно. Понимая, что не так все просто. Потому что те, кто не находятся на уровне подвига, они так и будут говорить, что-то такое особенное. Любое это может. Поэтому не стоит и пробовать. Вопросики, пожалуйста, по этой теме дайте. Скажите, пожалуйста, вот психология, которая изучалась в советское время, вот эта тематика, которую мы обсуждаем, вообще она где-нибудь поднималась? А вообще, как она, эта тематика, кому-нибудь интересовалась? И все, что вы говорите, где-нибудь звучало? Да. Пост-фрейдисты, в общем-то, пытались это изучать. Пост-фрейдистское направление изучало Восток. Достаточно много работ написано. А Саджиоли очень много написал на эту тему. Хорошо. А общественность вообще? Массы? Кто-нибудь слышал? Вот сейчас вот, например, мы здесь собрались. У нас не так и на острове. Остальные все пошли. Ну, это пол, да. Пол. Долго это будет продолжаться? У нас становится все меньше и меньше. Культура и не подразумевает, что подвиг будет массовым. Культура подразумевает, что все будут тянуться за единицами подвижников. Лена, это же очень опасно. Потому что общество деградирует. Я служу по своей собственной семье. У меня 62-й год. И то, что я понял, я понял два года назад только. Где-то я созревал, безусловно, так сказать. Может быть, зодиарки мои, наследственность. Душа ищет своих родителей, правильно? Она сама выбирает. Но я пришел к этому только два года назад. Даже два с половиной. Причем и через здоровое питание. Меня очень настораживает, конечно, то, что происходит в мире. Я потерял интерес к тем развлечениям, от которых я раньше просто был в восторге. Как мне это удалось? Я сомневаюсь. Долго ли это будет, если мне это будет? У людей, если у вас стало массово. Так начинается подвиг. Мы должны встать на этот путь, факт. И увидеть, что он есть. Поэтому мы не можем взять и изменить мир. Но мы можем показать пример. Показать пример. И те, у кого есть желание на подвижничество, они последуют, факт. И пример может один изменить всю страну. Достаточно один хороший подвиг совершить и страна изменится. Иногда даже мир меняется, посмотрите. Мать Терезы и так далее. В общем-то, простые, абсолютно слабые люди. На склоне лет. Но просто совершали простые культурные подвиги. В общем-то, даже особенно ничего не делая. Просто показывали пример, что старость не предназначена для отдыха. А старость предназначена, чтобы помочь всему миру. Это же подвиг. Потому что трудно, сил нету. То есть хочется простолеть и ничего не делать. Но они показали пример. Они взяли и в старости усилили свою активность. Это подвиг. И просто ездили везде, посещали, помогали, что-то говорили. Какие-то простые слова, любите друг друга. И мир меняется. Мир меняется. Один человек столько может изменить. А почему вас школы не пускают? Выступить перед первым классом, вторым, третьим? Почему не пускают? Я читаю в институтах, иногда в школах читаю. Читаю лекции, да? Читают. Пускают? Пускают. Может быть, не всегда я говорю так прямо, как сегодня. Потому что должна быть некоторая дозированность. Вы все люди подготовленные. В общем-то, меня не выгоните. Но люди очень боятся вот этих тенденций вдруг поменять сознание. И, в общем-то, есть какая-то доля истины в том, чтобы был некоторый консерватизм. В общем-то, наука должна быть консервативной, педагогика. Так как слишком много желающих использовать воспитание в своих корыстных целях. Поэтому приходится попасть, так сказать, под эту же струю, так сказать, боязни нововведений. Но в этом есть что-то. Потому что, если всех подряд пускают к детским душам, так сказать, то там такого вложат, что, упаси Бог. Потому что все рваются. Все рваются в школу, все рваются в институты. Когда я прихожу в институты, мне говорят, что тут каждый день 20 звонков от всех. Только дайте нам лекцию прочитать. У желающих много. Поэтому есть некоторые консерватизмы, я, в принципе, даже приветствую. Но когда действительно разумные преподаватели, ректоры, то есть я встречаюсь на уровне министерств очень часто. На уровне академии в Новосибирске мы часто встречаемся. То есть с ведущими лидерами. Когда с ними действительно разговариваешь, они понимают, что это необходимо. И дают возможность общения, дают возможность. Я очень часто читаю лекции по институтам, очень часто. Достаточно часто. Первые курсы мне дают, я читаю лекции. На институт? Да. В школах труднее, так как на школы сейчас особенный такой запрет. Например, у нас в городе в каждой школе висит карта, где обведен круг, там, по-моему, один километр. И нарисовано, какие церкви и культурные заведения есть вокруг, на что бы все знали, что туда ходить нельзя, откуда могут прийти. То есть такая карта боевик 10 висит. Карта боевик 10 висит. И администрация потом приходит во все эти заведения, говорит, тут рядом школа, не дай бог, вы туда пойдете. Не дай бог. Вот такие интересные условия творятся в глубинке. Поэтому, ну, боятся за детей, да, потому что все нацелены. Потому что факт, если культуру вложить в сердце ребенка, то он потом будет так мыслить. Но если туда вложить без культуры, как мы говорили, да, что первое слово детей уже пиво, а не папа и не мама. И сюда вложить рекламу пива, то это все. То есть, у нас есть реклама, но в городе, что пиво полезно для детей. Такая целенаправленная реклама. То есть, что без пива ребенок уже не ребенок. Все, он ничего не будет, не сопрошивать ничего. Ужасно. И все это пропускается на уровне, так сказать, города. На уровне Министерства здравоохранения. То есть, пожалуйста. Поэтому, ну что делать? Поэтому, в общем-то, мы не требуем, мы не революционеры. Мы не антагонисты. Мы просто можем показать хороший пример. И если кому-то нравится наш хороший пример, мы можем им поделиться, какая проблема. Но нельзя устраивать революцию, так как мы сразу же проиграем. Так как мир это, это мир профессиональных революционеров. И мы проиграем сразу же, однозначно. Даже слова не успеем сказать. Поэтому, вот и сказать, ну бодаться с миром не стоит. Лучше просто показывать пример. Лучше просто показывать пример. Революционеры просто бескультурные. Конечно, да. А революция это антипод эволюции. А нас интересует эволюция, а не революция. Революция значит разрушить и построить свое новое. Мы не хотим этого? Нет. Мы хотим взять хорошее то, что есть. И поставить на нем акцент, на этот хорошее. А на негативном просто не обращать на это внимания, что все равно от этого никуда не денешься. Просто не концентрироваться на негативном, а поставить, так сказать, восклицательный знак на позитивном. А у нас есть позитивная культура, есть у русских людей. У нас есть культура, хорошая культура. Мы культурные люди. Я очень много путешествую. Мы очень культурная страна, очень культурная нация. Очень все культурно. То есть корни есть хорошие, корни замечательные. Можно просто, так сказать, вспомнить это и не бояться этого. Не пытаться принять какую-то чуждую, так сказать, лжедемократию. Очень чуждая идея уже демократия. Даже под словом толерантность сейчас очень странные вещи происходят. Толерантность. Кажется такое слово хорошее, да? Но в результате под этим приходит некоторая беспринципность. Мы толерантны, а значит ни у кого нет никаких принципов. Я не отстаиваю свои принципы, а вы, пожалуйста, не отстаивайте свои принципы. Некоторая беспринципность приходится. Видите, как все быстренько. Расы обезвоживаются. Расы обезвоживаются. Вроде такое слово хорошее. Век толерантности объявили. Что такое? Взаимопонимание. Взаимопонимание, значит, нужно обмениваться хорошим. А к чему это сейчас привело? Я вам ничего не говорю. Ну и вы мне, пожалуйста, тоже ничего не говорите. Поэтому так все теряет свою сущность. Обесценивается, обесценивается. Вот вы говорили про выдавливаемость информации. А если человек, например, каждый день слушает какие-то лекции, каждый день читает определенные книги, даже обесцена, может быть, священо написание даже, изучает эти вещи, пытается как-то общаться в нужной среде. Полезно ли это? Не является ли такой постоянный наплыв этой информации выдавливанием? Да. Если не переваривается, будет выдавливаться. Если не переваривается, будет выдавливаться. Хорошо. А какие-то критерии переваривания? Критерии? Должна меняться жизнь. Должна жизнь меняться. То есть вот вы прочитали, с этим жить уже спокойно нельзя. Видите? Незнание второго счастья. Ты пока не знаешь, можно жить. Вот, например, я знаю, что потерялся ключ от входной двери, и мы не можем дверь открыть сейчас входную. То есть да, уже с этим трудно жить, да? Все сидели нормально, все, я знаю, что нет, ключа все, потерялся. Или уже нашли? Нашли? Нашли, вот говорят. Видите? Уже нормально, уже нашли. Да. Поэтому люди боятся знания. Боятся. Потому что знания, если мы что-то узнали, нужно так действовать. Поэтому, как только человек чувствует, что, о, я узнал, надо действовать, у него появляется ловушка. Просто знать. Думать, буду больше знать, тогда можно и не действовать. Ловушка информативного подхода, да? Вы были на подручке? Да. Мы это обсуждали. Что есть информативный подход, да? Что, чем больше я знаю, тем легче мне меняться. Нет. Не так. Нет. Меняться нужно последовательно. Одну вещь можно знать и меняться. Меняешься. Одну вещь узнал, меняешься. Если ее мало, еще что-то узнал, дальше меняешься. Но информативный поток не дает такой возможности. Нет. Должен быть информативный поток. Узнали и надо применять. А уже, если мы начали применять, то что происходит? Не получается. Факт. И поэтому человек дальше уже читает, зачем? Чтобы понять, почему не получается. Вот тогда можно хоть целый день читать. Понимаешь? Понимаешь? Ну тогда да. А если просто читаю? Толку нет никакого. А если читаю, пробую применять, ничего не получается. И поэтому как можно больше читаю, чтобы понять, почему не получается. Вот оно, задумилось, заработало. Естественно, есть результат. Понимаете? Вот маленькая тонкость, но концептуально. Маленькая, но концептуально. Да, конечно. Есть разница. А иначе можно просто стать таким чемпионом клуба, что никогда. Бриллиантовой этой собой. Но стоять так же, дымить. Ничего не видно из-за дыма. Какой там вопрос, нужно дым разгонять. Что там за вопрос, ничего не понятно. Да. Хорошие слова, что нет куда без добра и так далее. Глядя на мир современный, можно понять, что такого духовного мира мало. Сейчас больше материализма и так далее. Из этого же можно вычислить что-то хорошее. Значит, хорошо, что Бог так сделал, что пока не всем людям даны какие-то знания. Правильно? И вот из этого... Подождите. Для чего? Неправильно. Почему? Почему? Потому что я сейчас объясню. Есть такая данность. А, ну вы поняли вопрос. Я понял вопрос, да. Вы так очень хорошо задаете вопрос. Говорите, правильно? Я говорю, нет. На этом нужно остановиться. А можно продолжить тогда? Нет. Вы сказали, правильно? Говорю, нет. Нет. Поэтому давайте сейчас это выясним. Закон культуры таков. От судьбы нам дается все, чтобы мы были счастливыми и развивались. Но мы сами портим всю эту ситуацию. Поэтому все, что приходит плохого, это от нас. Да. От судьбы приходит только хорошее запомнить. Да. Плохое приходит от нас. Понимаете? В этом идее, да. Вот теперь вопрос. Вот сейчас мы это выяснили. От судьбы приходит только хорошее. Но мы все это портим. Например, мука хорошая? Хорошая. Вода хорошая? Хорошая. Соль хорошая? Хорошая. Сода хорошая? Хорошая. Мы берем это все, смешиваем. Неправильно. Получается, клейстер есть невозможное. Кто виноват? Понятно. Бог виноват. Вот тоже самое и жизнь. Нам дается это, это. Люди хорошие, книги хорошие. Знают все, развиваться. Здоровье. Все. А мы на футбол. И все. И портится здоровье за один день. За один день можно испортить все. Карма очень сложная вещь. Карма очень сложная вещь. За один день можно все испортить. Карма. Мы должны понять, одна глупость может изменить жизнь полностью. Целиком. Понимаете? Одна глупость меняет жизнь целиком. Я посещаю иногда тюрьмы с лекциями. И мне все говорят одно и то же. Моя жизнь изменилась в одну секунду. У меня было все нормально. У меня были семьи, дети, у меня было будущее. И мне потом 25 лет бах и все. Вы не представляете, что ощущают эти люди. Те, кто знают, представляют. Не представляете, что это такое. Жить нормально, потом раз и полностью все изменилось за одну секунду. Знаете? Одна глупость просто. Просто выпил человек много и дал кому-то в лоб. Понимаете? Ну там раз их засудили и все. И он крайне. Одна глупость. И все. Можно жизнь потерять моментально. На корню. Можно? И придут, в общем-то. Да. Теперь вопрос. Да, давайте. Получается так, что у нас уже есть вот эти пепелеры. Да, вот эти. Но их больше плохих, чем хороших. Люди, у них есть вода и все. Они не могут пока это приготовить. Получается процентность такая. Примерно 20 или даже меньше. 10 процентов хороших. 5-3 процентов хороших. Остальные пока еще не умеют готовить. Раз это есть, это да. Нельзя говорить, что плохо. Значит, надо из каждого начитать хорошее. Значит, ладно, если это есть, значит, это урок всем людям. И у меня вопрос в общем заключался. Как вы думаете, для чего такой урок людям? Что мы можем сделать очень большого, плохого? Потому что, если бы сейчас у всех было хорошо, мы могли бы еще хуже ошибиться, я думаю. Опять-таки, я не соглашусь с предыдущим перед вопросом, так сказать, процентами. Потому что, так сказать, проценты немножко эмпиричные. Я приведу проценты, которые приводятся в трактатах. В трактатах приводится такая статистика. 95 процентов людей позитивны. Позитивны. Им просто не хватает яркого, движущего, хорошего примера рядом. Но 95 процентов людей хотят быть хорошими. Все с этим согласны? Да. Хотят. Даже знание есть, что нужно быть хорошим. Но не хватает реального движущего примера. То есть, огонька не хватает, что кто-то зажег. Как вот, знаете, бывает такое вот у нас почему-то на Дальнем Востоке взрываются склады с боеприпасами. То есть, чуть-чуть кто-то зажег, чуть-чуть и все, бах, и все взрывается. Поэтому 95 процентов людей хотят быть культурными, хотят быть хорошими, хотят быть счастливыми. Факт. И только где-то 5 процентов реально противодействуют этому. Поэтому чего не хватает? Не хватает примера. И кто виноват в том, что не хватает примера? Да. Вот первый решился. Тот, кто знает, что нужно быть примером. Сегодня страшная лекция. Зря пришли. Сегодня мы узнали, что мы виноваты. Потому что если мы знаем, что нужно быть примером, все. Мы должны быть примером, чтобы зажигать других. Потому что люди хотят, людям хочется. 95 процентов хотят, просто не знают, что есть такие примеры. Что это возможно. Что это возможно. И мы можем это делать. Ничего не нужно делать. Вообще ничего. Даже слов говорить не надо. Нужно просто быть примером. И все будут зажигаться. Это будет не видно. Не видно. Но у людей будет в сердце вспыхивать это желание. Смотри. Человек вот. Может быть сейчас еще не время, но есть пример. И он будет помнить ваш пример всю жизнь. И когда время придет, это изменится. Что-то произойдет в сердце человека. Понимаете? Просто зажигание немножечко, так сказать. Нужно этому биккорду шнуру немножко погореть. Погореть нужно. Понимаете? Ну а если был хотя бы один пример в жизни, все. Хотя бы один пример если был в жизни. Чуть-чуть. Не всегда даже знания. Знания это просто один из способов помощи в развитии. Не всегда. Через знания, которые приходят? Не всегда. Это один из способов. Некоторые через страдания приходят. Некоторые через заражение. Через знания только одна из характеристик. А зачем? Чтобы улучшить взаимоотношения. Это приведет к лучшим взаимоотношениям? Кто вообще это придумал? Аспекты. Это придумала современная психология. Что нужно в каком-то разобраться, чтобы там что-то узнать. И это якобы поможет. Не всегда так. Не всегда так. Не обязательно. Потому что, если мы начнем разбирать, нужно вытащить глаз. Посмотреть, как глаз устроен. Вытащить толстый кишечник. Посмотреть, что там вообще. Разобрать все. Какие колеси. Ну вот. Устания.